Да, добрый день, дорогие дамы и господа любители шахмат. Вас приветствует шахматный феникс, и мы продолжаем принимать партии на личный конкурс. И сегодня свою удачу попробует испытать Виталий Золотов. Так, ну давайте приступим к тому, что Виталий играл черными, и получился интересный, ребята, разгром. Так, ну, еще стоит обратить внимание на то, что рейтинг соперника Виталия на 300 пунктов больше. Итак, Е4, Е5, конь Ф3, конь С6, конь Ф6. Вот получилась защита так называемых четырех коней, и я бы вот не упустил момент, и, конечно, за белых побил на Е5, перешел в гамбит Хэллоуин, но для чего-то белые, так сказать, отдали инициативу и пошли А3. А3 не может быть сильным ходом, непонятно для чего он служит. На что черные моментально реагируют Д5, подрывая центр, побили-побили, побили-побили. Слонг Е2. Мы хотим уйти в короткую рокировку и обезопасить себя от всех проблем, но черные не дают это сделать путем Е4. Вот, коня ставит на Ж1, это, конечно же, обидно, а вести его, собственно, некуда. Мне кажется, на Ж5 он умрет. На Ж5 нельзя, извиняюсь, под боем Ферзя, вести его, собственно, некуда. Ну и поэтому белые решили сыграть С4, так сказать, отпрыгнуть Ферзя. Ферзь Ф5, конь Х4, Ферзь Ф6. Здесь белые пошли Ж3 и, так сказать, защитили своего коня на Ж4. И, как им казалось, обезопасились от всех проблем. То есть, можно сказать, вернулись в игру, но находится тонкий ход слон Х3. Слон Х3 не пускает черных, ой, белых в рокировку. Ну и такое явное желание, я думаю, что это была Бритс партия, явное желание, конечно, хочется разменять этого слона на Х3, могучего, путем слон Ж4. И здесь черные, ой, белые, да, черные ставят небольшую ловушку путем входа к Конь Е5. И белые на нее купаются. Жадничают, бьют на Х3 и получают вот такой вот удар. И следующим матом летит Ферзь Ф2 мат. Да, вот такая вот партия от Виталия Золотова. Ну, достаточно интересная. Интересная жертва фигура, по крайней мере, идейная. Так, ну, в общем-то, на этом всем спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Присылайте свои партии на личный конкурс. До новых встреч!